Командир полка, патрульно-постовой службы управления МВД по Екатеринбургу Сергей Васильев, уволенный со своего поста после обвинения трех его подчиненных в изнасиловании жрицы любви, через суд добился восстановления, сообщает газета «Комсомольская правда». Возвращение своего руководителя требовали и другие полицейские, и даже шантажировали главк массовыми увольнениями. Сергей Васильев был уволен по так называемым отрицательным мотивам после инцидента, произошедшего в Екатеринбурге в день города, 18 августа. Тогда трое ППСников, находясь при исполнении и патрулируя улицы города в служебном УАЗе, задержали 22-летнюю девушку, гражданку Казахстана, по их мнению, занимавшуюся оказанием возмездных интимных услуг в сауне на улице Чайковского, и предложили ей сесть в их автомобиль. Позже девушка заявила в органы о принуждении ее полицейскими к интимной близости. Эта выходка имела последствия не только для ее непосредственных участников, ППСников Вячеслава Тропина, Андрея Бессарабова и Вадима Мустафина, в отношении которых было возбуждено уголовное дело, но и для их руководства. Как сообщалось осенью, 17 должностных лиц гарнизона были привлечены к строго дисциплинарной ответственности, а командир полка ППС, полковник Васильев, был уволен из органов. Но коллектив Екатеринбургской полиции не согласился с такими оргвыводами, и порядка 120 сотрудников в знак протеста против увольнения начальника сами написали рапорты об увольнении. По их мнению, проработавший в этой должности 6 лет Сергей Васильев, грамотный и адекватный руководитель, сам всегда горой встававший за своих подчиненных. А то, что трое из 600 его подчиненных совершили мерзкий поступок, еще не говорит о его неспособности руководить людьми. Сам полковник тоже сложа руки не сидел и подал в суд иск на управление, желая оспорить свое увольнение, и ему это удалось сделать. Как рассказал Сергей Васильев журналистам, Верхесецкий суд поддержал его иск и восстановил его в должности непосредственно с момента увольнения, то есть с 25 октября. И на сегодняшний день он уже вернулся в свой кабинет и продолжил службу. Эту новость его сослуживцы восприняли с радостью и всю минувшую пятницу поздравляли его по телефону.